Приветствую вас. Я думаю, что ответ на ваш первый вопрос будет отрицательным, а ответ на второй вопрос будет положительным. Ну, мне кажется, что ни то ни другое в принципе не решит ваши проблемы глобально. То есть, самостоятельно и со страхом, если бы вы могли справиться, вы бы скорее всего уже справились, поэтому вряд ли у вас получится это сделать самостоятельно, да и то, что вы говорите по поводу страха нищеты. По поводу страха нищеты это не совсем, ну, не совсем то, как мне кажется. То есть, мне думается, что не про страх нищеты вы здесь говорите, а про что-то другое. Ну, вот, лично я думаю, что, ну, ни страх нищеты делать, если лично мне кажется, что здесь про что-то другое. Может быть, про страх, что вот, вы немного не смогли обеспечить своих детей. Может быть, про что-то еще, например, например, там, допустим, я знаю, что вы не достойны, например, вообще ничего, если там не способны обеспечить своих детей, например. Вот. То есть, такой вариант, может быть, тоже вполне себе. Ну, вот, и это, в общем-то, куда более важная причина, чем, вот, то, что вы говорите по-настоящему, как бы, ну, как бы, каждый человек может быть нищим, каждый человек может оказаться с трудом, с трудом. И, как бы, в наше время есть достаточно возможностей для того, чтобы, ну, как-то, постараться себя обеспечить, да, то есть, даже если нет финансовой возможности. Если нет, просить помощи. А вот, по-настоящему, это делать, как раз, мягко говоря, нелегко. Вот. И, таким образом, я не понимаю вопрос стыда. Следующий момент, он касается того, в частности, что вы, ну, того, что вы реагируете на своего мужа, вот, и мне кажется, что подсознательно вы все еще ждете от него помощи какой-то. Вот. Подсознательно все еще ожидаете, что он он нам будет помогать. Вот. Потому что на помощь вы рассчитываете. А, вот, как у человека, появляется такой расчет. Расчет на помощь, извини. Это вот большой вопрос. Это может происходить, в принципе, как в результате того, например, что вы слишком много от себя требуете. Ну, в смысле, постоянно ставите себе такие задачи, которые неподъемны для вас. Например, обеспечивать детей на таком уровне, который возможен только, если вы получаете поддержку своего мужа, например. Либо здесь идет перенос. Вы предлагаете на своего мужа такие надежды и ожидания, которые хотели бы сами реализовать, но себе вы это блокируете по той или иной причине. Вот. И в итоге получается как бы то, что получается. Соответственно, это сходить тоже нужно смотреть. Ну, вот то, как вы реагируете на мужа. Это, как правило, про личную ответственность здесь у вас. Вот. И в целом, если говорить про созависимость, то я бы ввел речь здесь больше про личные границы. То есть, вот, ну, вы не чувствуете личных границ. Вот. Суть по всему, кто вот не умеет реагировать на их, скажем так, нарушения. Вот. Ну, на, ну, на, ну, на нарушение личных границ у вас реагировать не получается. Вы не привыкли это делать. Вот, собственно. Поведение вашего мужа оно... про это. Как мне кажется, во многом... во многом поведение вашего мужа, связано с тем, что... вы ему позволяли сделать в отношении себя. Соответственно, личным границам нужно учиться. Все взаимосвязано и, например, поисследовав или исследовав свои личные границы, вы будете лучше себя чувствовать, то есть лучше ощущать свои силы, лучше ощущать, что вам важно или нет. И, соответственно, как бы вам будет проще выстраивать отношения с людьми. Отдельным пунктом я бы указал, что не стоит ситуацию, которая, грубо говоря, происходит сейчас, не стоит эту ситуацию воспринимать как некую точку отсчета. Скорее всего, ваша, ну вот, склонность к такому поведению была ещё до мужа. Ну вот, потому что вы ещё своего мужа выбирали, вы выбирали его, он, как бы, по сути, ну, вряд ли он изменился с вами, я не думаю, что он изменился с вами именно. Вот, поэтому, это нужно, на мой взгляд, нужно учитывать этот момент, что вы выбрали человека уже, как-то, ну, готового, да, то есть уже созревшего, по факту. И вы выбрали его не случайно, вы выбрали его, потому что вам такой человек, ну, ну, был нужен. Вот. Вот. Хотели переложить ответственность на него. И не случайно вы реагируете так на ложь, потому что, как бы, человек реагирует на ложь, на обещания, так-то, когда, ну, достаточно много у него нереализованных каких-то, вот, желаний, к сожалению. Вот. И человек не привык, ну, сам, вот, ответственность за это брать на себя. Вот. Вот. Вы этого не делаете. Вот. Скорее всего. И вот, как бы, это вот глобально, если ваша позиция такая, что свои, свои интересы вы как-то вот предпочитаете, ну, как-то вот вы свои собственные интересы зажимаете, а пытаетесь, пытаетесь опереться на другого человека, так-то вот, как бы, отсюда возникает такая проблематика. Вот. И очень важно, чтобы вы видели всю картингу, всю картингу целиком, но не только вот глобально, а не только локально, вот то, что сейчас вы воспринимаете. Вот. А, вот, в принципе, то, что я хотел вам сказать, вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Вот. А, вот, как бы, самостоятельная работа в вашем случае, но и худший, и худший вариант, нужна помощь специалиста. Вот. Избегание, ага, ну, избегание, взаимодействия с мужем, да, проблем вообще не решит, на самом деле. То есть, как бы, вот, это немножко, ну, не так работает, скажем. Вот. Вот. Нужно обязательно в этом тоже себе отчет отдавать. Вот. А, напротив, взаимодействие с мужем вы можете выдавать себе примерно, примерно, примерно такой вопрос, да, вот, что со мной происходит. Что вот я, да, так вот реагирую нервно, да, кричую и так далее, что происходит. А мне что, это же, так вы обращаетесь со своими чувствами, так вы обращаетесь со своими эмоциями. Вот. И крик, это, как ни парадоксально, ваш способ убежать, ваш способ избежать каких-то переживаний. Но, вы не сможете этого сделать, у вас не получится, потому что от себя не убежишь. Ну вот. И, соответственно, на это вам необходимо обратить свое внимание. Вот. Такой, в принципе, я бы дал вам ответ сейчас с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. Из-за зависимости людей сами не выходят. Потому что, как ни странно, есть определенная, весьма прозаичная, весьма четкая, но не всегда понятная самому человеку, характеричная выгода от того, что происходит. А именно, не брать соответственность за себя, за свою жизнь. Отдельного пункта заслуживает, отдельного внимания, точнее, заслуживает ваши отношения с детям. Ваши отношения с ними. Вот. Потому что склонны к созависимости, скорее всего, вносить свои коррективы и туда. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.